Друзья, хотелось бы начать наше духовное размышление с того, чтобы посмотреть на экран и попробовать догадаться, что это за женщина. Это будет непросто, я долго не буду томить. В самом начале, для яркого запоминания, я хотел бы рассказать вам об МММ. И с пирамидой финансовой это никак не будет связано. Но запомните МММ, вам в жизни это будет интересно и полезно. МММ, друзья мои, мотивы матери мини-юбок. Мотивы матери мини-юбок. Все запомнили? Можно, кстати, было даже назвать 4М. Мотивы матери мини-юбок Мэри. Так звали эту девушку Мэри Куант. Ее по-разному называли. Дерзкая революционерка. Она так называемая мать известного английского законодателя моды. Мини-юбки. И вот она говорила, что цель ее мини-юбки – одеть женщин так, чтобы мужчинам хотелось обнимать их. И дальше она говорила, что если одежда не выделяет вас, то вы зря тратите деньги. Она же сказала следующую фразу – здравый смысл – это смерть, вульгарность – это жизнь. И когда ее спросили однажды, каково предназначение моды, какова ее цель, она тут же, без промедления, ответила – секс. В интервью одном, которое опубликовано было в известном журнале на то время, это были еще, представьте себе, 1950-е годы, Мэри Куант объяснила слишком откровенно, что для нее представляет мини-юбка. Она говорит так, «Разве я единственная женщина, желающая лечь в постель с мужчиной после обеда? Любая порядочная женщина ждет наступления темноты, но есть множество девушек, не желающих ждать». Мини-юбки символизируют их. Косметика, она говорит, также предназначена для соблазна. Все эти украшения служат для того, чтобы соблазнять мужчин. Иначе в чем смысл всего этого? Мы не будем сегодня говорить о мини-юбках, больше не будем. Но пускай этот образ запечатлится в сознании и мужчины, и женщины. Вы знаете, у всего есть свое начало, у всего есть свои истоки. И, конечно же, мы по-разному можем их называть. Мы можем придавать разное значение чему-либо. Но полностью абстрагироваться от родоначальников и от того, какой смысл они придавали этому, мы не можем. У всего и хорошего, и плохого было свое начало. И родоначальник закладывал цель. Цель мини-юбок вы услышали. Мини-юбка – это в данном случае образ. Образ определенной революции, но революции с точки зрения христианства, с точки зрения Бога, Библии, не созидательной, а той, которая разлагает. Образ той женщины, которая говорит, я хочу здесь и сейчас, я хочу, чтобы меня обнимали для начала, а потом секс. Уильям Сорлби, уже забыли это название, но не суть. Он был известным консультантом по одежде, советник руководящих личностей. И вот он говорил, что наш внешний вид и одежда говорят о нас более, чем многие из нас осознают. И вот он говорит, что по внешним признакам определяют люди, когда встречаются друг с другом, на высших слоях, как минимум 10 характерных черт. Экономический уровень, образование, можно ли вам доверять ваше общественное положение, уровень изысканности, социальный статус, уровень воспитания, успех на избранном поприще, моральные устои и ваш характер. Я специально привел аргумент от этого компетентного человека, чтобы вы не думали, что сейчас пастор решил копнуть в глубинку 90-х и такие, «Опа, ты что, серьезно? Это же давно пройденная тема. Одежда имеет значение». Да бросьте вы. Это сказал не я, это сказал человек, который занимает высочайшую должность и который является авторитетом для сотен людей, которые стоят на самых верхах нашего мира. А теперь ближе к нам. Сегодня хотелось бы не затрагивать общую тему одежды. Эти тезисы я набросал для того, чтобы они у нас висели здесь в сознании, и не только сегодня во время проповеди, но и в последующей нашей жизни. Сегодня я бы хотел затронуть тему, которая меня лично очень сильно интересует и верю. Как правило, так случается, что когда меня эта тема затрагивает, она хотя бы двух-трех человек из зала тоже касается. Это тема того, как, в чем я прихожу перед Богом. Что мне одевать именно тогда, когда я прихожу перед лицом Господа? Имеет ли это вообще какое-то значение? Какие у нас есть здесь грани или они полностью отсутствуют? И, конечно же, друзья мои, это только такая одна из основ. Те три принципа, о которых мы сегодня с вами будем говорить на основе Священного Писания, они относятся не просто к внешнему виду, а на самом деле к состоянию. И вы знаете, если очень грубо говорить, то христиане делятся на две категории. Есть те, которые жаждут получить ответ. Как бы мне вот так вот меньше сделать, чтобы при этом не перейти грани и остаться христианином? То бишь, как можно меньше заморачиваться, и я буду, возможно, много где похожий на мир, не имеет значения, но вот так вот на грани походить, чтобы при этом все было хорошо, чтобы я знал, что у нас с Богом отношения нормальные, и что я христианин, могу так называться и быть в лице неба. Расскажите мне, где эта грань, что вот это я могу одеть, это я могу послушать, это я могу почитать. И спрашивают часто, молодежь как спрашивает, пастор, а вот это можно, а вот это, а мастурбация, это нормально или нет? А вот если я буду это делать иногда, я как буду в глазах Бога более-менее еще, я останусь христианином? Это первая категория. Вторая категория, которая говорит и ищет, чтобы мне больше сделать, где тот максимум, который я могу сделать, чтобы еще больше проявить мою веру, мою веру, мою любовь к Богу, показать, что для меня завет со Христом очень важен. То есть те, которые не стремятся к минимальному такому показателю, а к максимальному. Это грубо, конечно. Масса людей, которые где-то там посредине, но по сути, если разделить эту черту, то те, кто вот 50% не дотягивают, они сюда, в первую категорию, те, кто за 50%, они во вторую категорию. Мы не будем ни отвечать, ни тянуть руки сейчас. Просто проанализируйте, на каком уровне можете это сейчас делать, свое христианство, свое стремление. Вам больше хотелось бы проявлять принципиальность вашу, чтобы действительно все вокруг, и ваши братья и сестры в вере, и неверующие люди, они могли сказать, что, ну вот смотри, что-то прям вот сильно разнится. Или же так, чтобы нормально, нормально этот свой, это наш человек. А потом, оказывается, ты веришь, это не проблема, ты вписываешься в наш коллектив абсолютно идеально. Вы знаете, да, мы в крайностях, зачастую мы в крайностях. И современное молодое поколение, оно просто ищет ответов. Где же эта золотая середина нормальная? Потому что, что, куда ни глянь, то сталкиваюсь с крайностью. Здесь надо приходить к Богу на богослужение, в частности. Вот, изысканно так, обязательно в пиджачке, ну как по старинке, как нас учили в детстве. А другие говорят, другую сторону посмотришь, да, послушай, это же вообще не имеет значения, ты к Богу идешь, Бог смотрит лишь на твое сердце. А что ты пришел сюда в пляжной тенниске, что ты пришел сюда в домашних шлепках, это значение не имеет абсолютно. Тем более, послушайте, мы же говорим, идем в церковь, это куда? В дом, мы должны чувствовать себя здесь уютно. А раз уютно, значит, дайте мне мою пижаму, где моя пижама? И вот где эта золотая середина? Важна ли она в принципе для Бога? Имеет ли это какое-то значение? И здесь, вы знаете, мое субъективное мнение, наверное, может кого-то и интересует, но нам бы было более важно посмотреть, есть ли какие-то принципы в Библии. И сейчас мы постараемся это разъяснить. И еще раз хочу подчеркнуть, друзья мои, вопрос одежды на самом деле – это второстепенный вопрос, как минимум второстепенный, а то и третье-четвертостепенный. Вопрос осознания нашего, куда мы приходим, и что это значит – прийти пред нашего Господа, пред величия нашего Господа, на прославление к нашему Господу. Что это значит? Имеет ли это какую-то отдельную смысловую нагрузку от того, как мы приходим к нашему Господу у нас дома? Или это то же самое, просто здесь нас больше? Ну, с самого начала, когда мы касаемся библейских истин, библейских историй, давайте копнем в Эдемский сад. Вы помните, что когда Господь создал домой Еву, там вообще проблем не было, дискуссия с одеждой была закрыта, потому что они были в одеянии света, написано в Вивиле, они были наги, не стыдились друг друга. Дух пророческий открывает больше, что это действительно были одежды света. После того, как грех вошел в мир, все изменилось. Тут же они увидели, что наги, и им стало стыдно. Они начали искать, как прикрыть свою наготу. И сейчас понятие «срамота наготы» – это означает, что когда человек без одежды, это унизительно. Что интересно, что как раз одна из основоположниц вот этой сексуальной революции в плане одежды Мэри, которую мы говорили, она, по сути, меняет вообще библейскую концепцию. Она говорит, подожди, чем меньше одежды, тем лучше, на самом деле. А сейчас мы видим, что есть и парады, когда люди вообще без одежды ходят. Ну, нудизм своего рода тоже процветает. Ну, не столь популярный, но тоже есть. То есть люди идут вопреки тому, что им показывает Господь, что, смотри, нагота на самом деле – это символ грехопадения. Что интересно, обратите внимание, Ной, когда Господь, казалось бы, очистил землю после потопа, помните? Вроде же, как должно быть все хорошо, жизнь из чистого листа, но не тут-то было. Ной там что-то помудрил, покрутил вино в первый раз, попробовал алкогольное, и так, видать, хорошо попробовал, напился так, что упал на гимн, и отсюда показано, смотрите, грех он просто так, даже если истребить просто человечество, оставить вроде как праведных людей – это иллюзия. Опухоль вырезал, но остатки на месте. И опять с наготы начинается вот это вот порочное процветание. Опять с наготы. И тоже, что интересно, не знаю, насколько в этом действительно есть глубокий смысл или нет, но под моим наблюдением еще есть ряд библейских мест, связанных с наготой и символом греха, но, смотрите, Иисус Христос умеряет крестной смертью, когда в тот момент, когда берет все грехи на себя, все грехи этого мира, он тоже оказывается нагим. Его нагота открыта перед всеми, он берет на себя все наши грехи. И дальше в Писании написано, что Божья мечта – это вернуть нас в состояние, в котором были Адам с Евой с самого начала, и в те же одежды. Смотрите, например, и в Исаии говорится, просто нету времени все эти тексты пересчитывать, но прочем из откровений. Несколько текстов. Написано, откровение 19.8, «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый». Речь идет уже о небесах, да, о Церкви Божьей. И что интересно, вот этот чистый и светлый, греческий термин «лампрон», «блестящий», буквально означает «сияющий», «сверкающий подобно светильнику». То есть одежда света, которая была утрачена при грехопадении, Господь хочет ее вернуть. И уже в 21 главе Откровения написано так, что этот свет, он будет наполнять весь Новый Иерусалим, все небеса. Помните, да, «город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, бо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец». И последний текст в этой связи – это очень известный текст, когда Господь обращается к Ладикийской церкви. И что интересно, Ладикийская церковь, вы помните, что это церковь, это церковь последнего времени. И именно к этой церкви Господь обращается со словами «советую тебе купить у меня», перечисляет несколько вещей, белую одежду из этих вещей, хотелось бы подчеркнуть, белую одежду, чтобы одеться и чтобы не было видно срамоты ноготы твоей. Безусловно, это духовный окрас, это духовный смысл. Но вы знаете, глядя на то, порой, что происходит в нашем обществе христианском последнего времени, то иногда ты ловишь себе на мысли, что помимо духовного контекста ты можешь в каком-то смысле увидеть нужду прикрыться и в физическом плане. И, друзья мои, это касается и мужчин, и женщин на самом деле. Потому что речь идет не просто о мини-юбках, еще раз, мы не будем говорить «это можно, это нельзя». Если мы придем в то состояние, которое Господь хочет, чтобы мы пришли в Его присутствии, вопрос одежды, а какая длина, а давайте замерим, он вообще не будет стоять. И я бы хотел, чтобы мы по окончании наших духовных размышлений поняли для себя, переосмыслили это, когда мы приходим к Господу. Что это? В какое место мы приходим? Итак, три принципа, три коротких библейских истории. Первый принцип записан в Бытие 35 главе, с 1 по 4 текст. Это история о том, как Иаков слышит слова Господа, когда тот ему напоминает о том, что он обещал, Иаков обещал в Вифиле построить Господу жертвенник. В Вифиле это было то место, в котором Господь явился Иакову, когда он убегал от своего брата Исава, по дороге к Лавану. Он заснул на том месте, положил камень под голову, и Господь ему тогда впервые особенным образом открылся. Он увидел видение, лестницу, помните, да? И ангелы сходящие, и нисходящие. И он тогда пообещал, что я на этом месте устрою жертвенник тебе, Господи. И прошло время, Иаков забыл. Иаков реально забыл. Много чего, событий разных прошло в это время. И на самом деле его жены, на тот момент их уже было две, и две наложницы к тому же, да? Они начали очень сильно так вот ассимилироваться с язычеством. Очень сильно. На уровне вот этих башков разных, тех, кто знает Библию, вам чуть проще будет помнить эту историю, когда Лаван требует у Иакова, он говорит, что, послушайте, вы забрали моих идолов. Иак говорит, нет, нету, у меня их. А на самом деле где были идолы? Жена его любимая спрятала их под сиденье на верблюде. Для нее эти идолы были что-то важное. И что интересно, друзья, что не только идолы. Посмотрите, как здесь написано. Со второго текста, Бытие 35 главе читаем. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь». Здесь интересно. «И перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу». И четвертый текст. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Смотрите, что происходит. Иаков говорит, нам нужно обновить отношения с Господом. Сам Господь к нам сейчас обращается и говорит, «Послушай, ты нечто обещал мне. Ты хочешь более близких отношений со мной? Давай, исполни это обещание». Иаков понимает, что для того, чтобы пойти туда, на то место, место особой встречи с Господом сейчас, ему нужно провести определенное приготовление. Это не просто так, «А, да, Господи, конечно, спасибо, взяли, чемоданы, пойдем вперед». Он говорит своим родным, посмотрите, «Во-первых, богов убрать, во-вторых, очиститься, в-третьих, перемените одежды». И вот здесь интересно, некоторые говорят, исследователи, что перемените одежды – это чисто в контексте очищения, то бишь у вас были грязные одежды, смените на чистые. Но другие исследователи говорят следующим образом, что в контексте всего этого отрывка, когда Иаков им говорит и о серьгах, бывших в ушах у них, и о идолах, опять же-таки речь идет о том, что языческая культура, которая очень сильно тяготела над родственниками Иакова, он хотел от этого всего максимально отказаться. И, друзья мои, еще раз, я не хочу, чтобы вы воспринимали это как то, что теперь понятно, пастор наш вдался в этот, в консерватизм, то бишь теперь только юбки, причем в пол подлиннее, никаких брюк – это все язычество, да бросьте, родные. Еще раз, важен принцип. Когда ты идешь на особенную встречу с Господом, ты прежде хочешь что-то оставить, оставить то, что, возможно, действительно над тобой тяготеет, как какой-то момент слияния с миром этим. Такое может быть, друзья мои, и нужно честно поговорить об этом с Богом. Причем, опять же таки, как нам, парням, так и девчонкам. Второй момент – это то, что просто осознание, что мы идем молиться, мы идем о чем-то Бога просить особенном, Господи. Мы хотим, чтобы одежды наши были просто особенные, опять же таки. Мы хотим переменить наши повседневные одежды на особенные одежды. И, кстати, интересно, серьги. Иногда мы, как верующие, говорим, слушайте, надо снять серьги просто. Почему? Ну, как почему? Потому что не принято у нас в церкви так ходить. Или просто кто-то скажет. Ну, потому что это язычество. И, может быть, кто-то, в принципе, даже не понимает, откуда вообще такие параллели. Откуда мы взяли, что в Библии серьги – это что-то языческоподобное, или языческая какая-то культура. Это, кстати, кто хорошо Библию знает, те помнят, что вроде бы есть и в позитивном контексте упоминания тех же сережек и так далее. Это чуть другая тема. Но в целом, жены Иакова хорошо понимали культуру того времени. Она описана немного больше в Суде 8.24. Там сказано так. «Много было золотых серек, потому что они были измаильтяне». То есть все понимали, что у измаильтян, у языческих народов на то время это было как норма, это было как что-то обычное, естественное. И более того, это было не просто серьги как украшения, это были действительно амулеты, это были как идолы в том числе. И, по сути, друзья мои, смотрите, что происходит. Когда грех нас обнажил, Господь предлагает что-то свое. Он предлагает укрыться определенными одеждами. Помните, да? Адам с Евой сразу что-то свое, листья фиговые. Господь что-то свое. Но потом люди развивались в своем быту, и они говорили, «Нет, подождите, я не хочу просто...» «Что мне вот Бог дает вот это простое?» Для того, чтобы почувствовать себя более значимым, я хочу привнести сюда что-то, ну, что-то большее. И, знаете, это же относится реально к состоянию нашего сердца. Никто никому в нашей церкви никогда не скажет, «Сними сережки» или, слушай, пойди переоденься. Никогда такого не будет. Еще раз, это должно проходить на уровне общения и личной молитвы с Господом. «Господи, я иду к Тебе. Как Ты хочешь, чтобы я выглядел? Как Ты хочешь, чтобы я выглядела? Что мне необходимо оставить дома? Или, возможно, вообще оставить? А что необходимо одеть и взять с собой?» И здесь каждый может просто проанализировать свое сердце. Для кого-то действительно, это знаете, как однажды для моей жены. Она носила сережки, к примеру. И потом ей было открыто так, что можно лучше от этого отказаться. Вопросов нет. Она отказалась. Это ее принцип. Ее никто не заставлял. Но есть то, когда сердце уже прилепилось к чему-то. И когда ты понимаешь, что тебе без этого... Сережки – это пример просто. У каждого свои какие-то аксессуары, могут быть, или что-то другое. Тебе без этого нехорошо. Тебе без этого просто... Ты уже чувствуешь себя нагим, что ли. А Господь говорит, «Послушай, тебе же не это прикрывает. Твою ноготу не это прикрывает. Если ты чувствуешь, что тебе легче в этом, то просто ты не до конца что-то понял. Поэтому первый принцип, друзья, это когда ты идешь на особую встречу с Господом, помолись. Исследуй свое сердце, проанализируй, как лучше туда прийти, от чего отказаться? Конкретно на богослужение и, возможно, в жизни в целом. Второе место Писания. Это известнейшая история, когда Моисей встречается с Господом, который говорит ему из горящего куста. Исход 3 глава, с 3 по 6 текст. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на сей великое явление, от чего куст горит и не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста, и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, «Вот я». И сказал Бог, «Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал ей, «Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Что интересно, первый момент, Моисей видел изначально, он же смотрел на этот куст, правда? Он еще до конца не понимал, что это. Ну, куст горит, он это видит глазами. То есть, это не то, что он так горел, что невозможно было посмотреть. Моисей смотрел на куст, но когда понял, что он находится в присутствии Господа, во-первых, он услышал, «Сними обувь твою». И давайте на этом пока что остановимся. Что значит вообще снять обувь? Что это значит? Мы же не говорим, при входе не вешаем табличку, «Снимите чешки». Хотя неплохая была бы традиция, но не летом. Мусульматы делают, да? Мы понимаем, что здесь заложен какой-то смысл духовный. И, кстати, вот этот призыв снять обувь, он в Библии звучит не один раз. Он и Иисусу на вину также потом будет звучать. И некоторые исследователи также говорят, что на самом деле вероятно, что, может быть, они по факту своему и не снимали обувь. Но это о чем-то говорило. Господь о чем-то говорит. О чем? Вспоминается история недавнешняя. Прошлым летом мы ездили нашей церковью на ретрит. Мы каждый год сейчас стараемся выезжать на несколько дней на особое место, где друг с другом проводим потрясающее время. Молимся, общаемся. Крещение там проходит потом. И также мы играем в игры. Волейбол. Потрясающая игра. Мы так классно поиграли, вы себе представляете. И было в этом моменте очень интересное одно явление такое. Вот у нас здесь сидит красивый мужчина, высокий. Давид, приподнимись, чтобы тебя все увидели. Ну, приподнимись, приподнимись. Это очень важно. Давайте поприветствуем Давида. Посмотрите, какой мужчина. Спасибо. Колоритный, высокий, красивый. Ну, такой. И вот он, когда нужно было побежать за мечом в первый раз, начинает за ним бежать. И тут все видят, что он такой. Ау, 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 ау. И такие, Давид, в чем дело? Он говорит, да здесь трава колючая. Говорит, а у меня нежные пятки. Мы, конечно, по-доброму так максимально потом вспоминали, радовались за Давида и его нежные пятки. У меня они, кстати, тоже нежные. Мне тоже было неприятно бежать по той траве. И мне всегда было обидно, когда моя жена как будто бы, знаете, по ковру какому-то идет. Такая, я думаю, да что ж такое в конце концов? Могла бы хоть ради мужа там притвориться. Ну, либо мне надо притворяться, что мне не больно. Но, друзья мои, Моисей был в пустыне. Горячий песок, острые камни. Трава колючая из сувида в ретрите, да это было как бабушкина перина в тот момент, понимаете? Это настолько было невозможно просто идти без обуви в той местности. А Господь говорит, смотри, ты входишь в Мое присутствие, до этого ты привык первые 40 лет твоей жизни осознанной. Ты привык рассчитывать на твое образование военачальника, твой навык. Следующие 40 лет ты привык рассчитывать на твою обувь, на твой посох, на навык пастуха. Да, ты смирился, но все равно ты шел туда, куда ты хочешь идти. А сейчас ты входишь в Мое присутствие. И здесь без меня ты идти дальше не сможешь. Сними обувь. Это был призыв к моменту такому, чтобы Моисей проявил свою покорность. Да, Господи, я здесь. Куда ты скажешь, туда я пойду? Я смирен перед тобой, я покорен перед тобой. Без тебя я не могу просто физически идти. И что самое интересное, когда уже много лет они шли по пустыне, то однажды при встрече еще близкой с Господом, Моисей общался уже с ним как друг, лицом к лицу, написано в Библии. И Моисей так и говорил, Господи, без тебя я никуда не пойду. Ты говоришь, ты нас оставишь, тогда мы здесь все умрем. Мы без тебя не на шаг. Господи, ты понимаешь, физически я в обуви, но духовно я раззут, я без обуви. Господи, я понимаю, что я покорен Тебе. И для того, чтобы, для того, чтобы, друзья мои, мы могли войти в состоянии этой покорности, поверьте, поверьте, внешний фактор, он тоже имеет значение. Я не знаю, было ли у вас когда-либо такое, что вы попадали в общество, где у всех был свой дресс-код, а вы явно с него выбивались. У меня был такой момент. У меня был такой момент, когда я решил проявить, скажем, такое юношеское бунтарство. Я тогда еще учился в семинарии. Не помню точно, какой курс. Была всеукраинская пастерская конференция. 500 пасторов приехало. Я думаю, слушайте, ну, сейчас я покажу им, кто здесь есть кто. Вот они себя как хотят, а я же молодежный, новый, свежий такой, приду, как мне хочется. И вот я прихожу, как мне хочется. Нет, это не было что-то сверх вызывающее, но это было явно не по тому дресс-коду, по которому все остальные пришли. И вы знаете, тоже правильно меня поймите, правильно словите суть. Даже не суть в том, что люди о тебе думают. Не суть, не в этом суть, потому что людям никогда ты до конца не угодишь. Ты придешь так, они скажут, что это за прическа, ты пострижешься на лосо, скажешь, ты что, с тюрьмы вышел. Ну, никогда людям не угодишь. Но твое состояние личное, ты готов почувствовать себя действительно в смирении, в покорности? Тебя ничто не отвлекает реально. Твое состояние, друзья мои, одежда также в каком-то смысле продиктовывает. Если когда-либо ты одевался в очень дорогую одежду, то ты поймешь, о чем я. В первый раз, нет, не потом, потом привыкаешь, все как бы как надо, а в первый раз. То для тебя это, ну, ты прям чувствуешь, ну, ты прям вот вот оделся, на вид туфли те же, но это 200 баксов. Вот эти рядом за тысячу гривен, а это 5000 или 6. Ты такой, че? И тебе по факту сложнее прийти в состояние полной покорности и смирения. Для Моисея тогда был призыв «Сними обувь твою». Сегодня Господь говорит каждому «Переосмысли». «Переосмысли» то что мешает тебе здесь присутствовать в состоянии полной покорности? Если ты сюда приходишь с желанием показать просто, что, ну, вот и так можно, вот так нормально, ну, какая разница, это не имеет значения абсолютного. Друзья мои, Господь говорит, если ты хочешь отношения строить со мной, то ты не можешь их строить вне отношений с людьми. Если ты понимаешь, что в целом есть какие-то общие принятые порядки, законы, то нельзя их полностью игнорировать. Если ты приходишь сюда и ты абсолютно свободен, себя здесь нормально естественно чувствуешь и ты понимаешь, ты никому не мешаешь, ты сам себе не мешаешь. Спроси у Бога, Господи, так, окей, Он будет тебе подсказывать. Если реально ты чувствуешь, окей, пускай так и будет. Я еще раз скажу, здесь никогда никто тебе не скажет, почему ты так пришел, сними это, одень то. Если такое будет, если я такое услышу как пастор, что кто-то кого-то за это щемит, я буду разбираться лично с этим вопросом. Но, друзья мои, для вашего духовного роста продолжайте у Бога спрашивать, Боже, реально, я хочу быть покорным Тебе, я хочу дальше идти с Тобой. Что мне мешает, возможно, даже в моем внешнем виде, когда я прихожу сюда. И третье. Мы уже затронули в предыдущем отрывке, что Моисей прикрыл лицо. Прикрыл лицо, когда понял, осознал, где он, когда осознал, перед кем он. И вы знаете, еще одно местописание, это из Исаии 6 главы, очень известные тексты. Первые два текста мы буквально прочитаем о Херувимах, о Серафимах точнее. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал». И дальше написано, что они славили Господа, говорят, свят, свят Господь Славов, поколебались верхи врат, дом наполнился курениями, то есть особым присутствием, особой атмосферой хвалы. И что интересно, друзья мои, ангелы более совершенные, чем мы, намного более совершенные. Они приходят в присутствие Господа в особом трепете и благоговении. Мы, люди грешные, порой полностью стираем вот эту грань между первой истиной что Иисус наш друг и наш отец и второй истиной что Иисус наш создатель творец вселенной Бог спаситель наш и иногда наши отношения с Богом переходят на такой уровень понебратства что мы говорим так Господи какая разница я вот здесь так и тут и так сяду здесь лягу а здесь я могу вот так вот пошуметь а здесь у меня ничего я сейчас все порешаю там свои дела какие-то поймите друзья это же речь идет не опять же таки не об одежде а об нашем состоянии куда мы идем в какое присутствие мы входим если у нас это трепет это благоговение если да слава Богу и в заключении вы знаете Господь Он он никогда опять же таки сам просто так ничего от нас не требует как немудрый родитель или начальник так ты вот это вот это вот так вот делай а зачем Господи какая тебе разница я здесь начальник ты бери и делай он поступает совсем иначе он хочет чтобы мы осознали что он для нас сделал что он нам предлагает почему лучше с Богом и почему лучше действительно переосмыслить каким образом Господь реально прикрывает нашу наготу духовную интересная история один бандитский район Нью-Йоркский где просто настолько царило бесчинство настолько было развито преступность что когда новый офицер полиции женщина Джана Джав пришла туда в 2003 году она была просто в ужасе она понимала что теми методами которые до этого пытались удержать полицейские вот этих всех хулиганов местных подростков дальше действовать невозможно просто нерезультативно и она начала начала делать мирную революцию полностью все менять каким образом для начала она собрала вообще данные что происходит она собрала данные о ста бандитах ста подростках это был городок всего 100 тысяч человек небольшой и вот на примере ста подростков она поняла что за год эти 100 подростков были арестованы 180 раз и она сказала по статистике реально если прикинуть это означает что в среднем на каждого приходилось по 5 преступлений просто 4 из них там условно они убегали а на одном ловили так вот 100 подростков 5000 преступлений в год совершали это был ужас и она говорит мы будем действовать совсем по другому тот институт власти который был до этого когда мы говорили так мы сюда пришли бойтесь слушайте вот так вот это вот все будет мы это убираем она начала искать полицейских которые действительно имели талант попечительства и она говорит у вас будут у вас будет группа подростков у каждого за которым вы будете наблюдать и вы будете о них заботиться ничего не получалось подростки были невменяемые абсолютно они не верили ни во что они не верили полиции и когда это Джоанна Джав лично пыталась прийти и рассказать им что послушайте мы хотим все поменять мы хотим чтобы было иначе все для них были пустые слова они закрывали двери уходите отсюда мы вас ненавидим но прошло время и что-то начало происходить лед потихонечку начал таять но однажды произошло особенное событие которое в корне изменило все это Джоанна Джав в 2006 году пришла к своему начальнику и говорит послушайте мне нужно 2000 долларов на тот момент ну это были нормальные деньги еще до кризиса и для того чтобы закупить 125 индеек накануне Рождества она смогла убедить своего начальника свое руководство в том что это действительно важно и что это принесет результат они согласились деньги выделены индейки закуплены и вот она лично вместе со своим напарником начала заходить из дома в дом и без всяких слов первое что делать протягивать индейку и говорить с Рождеством и те преступные семьи которые до этого не хотели вообще ничего слушать они говорят буквально через буквально через несколько предложений нашего обоюдного дальнейшего разговора они бросались нам в объятия они плакали вместе с нами а мы им просто рассказывали что теперь все будет по-другому поверьте закон он может быть на вашей стороне теперь все будет по-другому и после того с 2006 года когда было такой еще такой беспредел представьте за буквально шесть лет последующих в шесть раз уменьшилось количество преступности преступления в шесть раз это было невозможно сделать не заставляя людей не пытаясь убедить их просто словами поступок они показали показали на деле что они хотят чего-то лучшего Иисус совершил этот поступок и он говорит что послушайте действительно все по-другому твоя ногота которая изначально была вызвана посредством грехопадения я прикрываю ее но я прикрываю ее одеждой одеждой своей праведности в притче своей Иисус однажды сказал что когда я приготовил пир особенный для встречи с моими людьми я начал их звать я начал звать этих людей но у того были одни дела у того были другие дела и в итоге этот царедворец он говорит идите на дороге просто зовите сюда всех прохожих зовите сюда всех возможно каких-то бандитов коллег всех зовите кто захочет пускай приходят и вот эти все люди разные абсолютно разные разные одежды я не знаю в чем они были одеты изначально как они пахли изначально неизвестно царедворец принимает их с распростертыми объятиями говорит это это действительно ваш дом но потом мы не видим сцены где они переодеваются но мы видим дальше сцену где этот царедворец он подходит к одному человеку и говорит послушай друг а в какой этой одежде почему ты в этой одежде показывая тем что смотри все остальные одеты в то что я им предложил а ты решил остаться в том что в чем хочешь ты ты не можешь здесь находиться ты не можешь находиться здесь в моем присутствии ты будешь истргнут вон и друзья мои тут дело не в юбках не в шортах не в штанах тут дело в том принципе который принципиально важен для нашего христианства когда я прихожу к господу с осознанием того что он для меня сделал откуда он меня достал да я ему друг он мне друг он мне отец но это мой спаситель это великий господь и когда я раз в неделю прихожу с ним на особое свидание господь хочет просто чтобы мы осознавали то что он для нас совершил и чтобы мы проявляли почтение к этому и друзья мои да это притча о одеждах праведности которую каждому из нас господь дает но дополнительно хотелось бы сказать запомните одно то как господь хочет просто спрашивайте у него и он вас будет вести не слушайте людей не слушайте упреки какие-то обвинения но спрашивайте у бога как господи ты хочешь какая твоя одежда в этом смысле и он направит давайте прославим нашего господа сейчас давайте прославим нашего господа вспоминая о том что он сделал для нас что он прикрыл всю нашу греховность своей праведностью любые одежды любые украшения ничто не может друзья мои затмить ту греховность нашу но христос приходит и говорит смотри вот моя праведность тебе и ты теперь совсем другой человек у тебя совсем другая судьба совсем другая участь и когда ты приходишь в мое присутствие приходи особенно сюда и пой особенно у у Продолжение следует...